Эмиль Шлеймович, главный редактор интернет-портала «Детали» в эфире «Лучшего радио». Эмиль, приветствую вас. Добрый день, Роман. Ну вот, не успели мы с Ленкомом баталии завершить, как у нас, да, еще какие-то отголоски расходятся по социальным сетям, а как уже взорвался скандал о соглашении по кинематографу. Время крайне неуместно, как многие люди говорят, соглашение крайне непонятно. Что это такое и каковы были причины? Есть какая-то логика вообще у этих действий нашего МИДа? Есть. На мой взгляд, это проституция. Мы, многие, привыкли уже к тому, что у нас есть правительство мародеров, которое просто дербанит бюджет на свои нужды и на нужды своего электората. А в данном случае мы ведем речь именно о проституции определенных израильских ведомств, потому что проституция – это совершение чего-то аморального за какую-либо выгоду. Значит, есть предположение, что вот это вот соглашение, которое, между прочим, лежало и готовилось аж с 2009 года, сейчас вдруг вытащили на свет именно в ответ на Слинком, спектакль которого удалось остановить, гастроли которого удалось остановить, потому что России чрезвычайно важно показывать, что Израиль вместе с ней, что еврейское государство как минимум не отрицает ее усилий по якобы в борьбе с нацизмом, а все там выпады против нее совершает какая-то ничтожно малая кучка бандеровцев и непонятно кого. Что, разумеется, не так. То, что это не так, можно видеть в последнем опросе, проведенном институтом Рафи Смита для организации МИТВИМ, в котором Россию поддерживает 3% израильтян, а Украину 33%, в 11 раз больше. То есть эта чистая проституция, она началась не сейчас, она продолжается уже довольно давно. Но мы можем помнить, как Эли Коэн, наш министр иностранных дел, загнал на вечеринку по случаю Дня России во время войны в российское посольство целый, я не знаю, состав своих сотрудников, чтобы они там ленточки перелезали какие-то, фотографировались с послом. Там просто очень много чиновников МИДа вдруг поперлась в российское посольство. Хотя посол это должно быть стать нерукопожатным, ну или какие-то контакты с ним должны происходить. Но только на официальном уровне, да, и не больше. Эмиль, а давайте проясним, проституция это в смысле не оказания сексуальных услуг за деньги, а оказания услуг без моральных каких-то ограничений за какую-то выгоду. Ну да, я не думаю, что они там сексуальные услуги оказывают. Их заставили, они сделали. А кто мог заставить? Вот что это такое? Это наше правительство лежит под Россией давно, расслабившись. Я не знаю, получает оно вот этого удовольствия или нет, но оно лежит. Когда России надо, МИД отправляет к послу кого угодно. Когда России надо, мы подписываем любые соглашения. Когда России надо, мы останавливаем гуманитарную помощь Украине. Как бы позиция правительства Нетаньяго, она чрезвычайно пророссийская с самого начала. И нужно понимать еще один момент. Что ведь фактически страной сейчас руководит не Ликут, фактически страной сейчас руководит ШАС. И сам Ликут, в общем-то, нынешний, это такая ШАС-Лайт, да, то есть это партия религиозных сефардов. И именно про них мы сейчас ведем разговор. Потому что, скажем, министр культуры наш, Микки Зор, который 8 лет боролся за то, чтобы ему Нетаньяго дал какой-нибудь пост. Он ему дал пост министра культуры, он недавно ездил, проверял в УМАНе, все ли в порядке, можно ли там принимать людей. Не знаю, убедился ли, что не хватит бомбоубежий в случае чего, им на всем на это наплевать. Вот, поэтому, если нужно, будет завтра сделать что-то еще. Принять русский балет, организовать гастроли. Это правительство ляжет. Платят ли им за это каким-то образом? Есть ли в ФСБ какие-то папочки на наших руководителей, из-за которого они не могут рыпнуться против России? По каким причинам? Это, я думаю, мы узнаем в будущем, когда рухнет путинский режим, когда откроются архивы. Мы узнаем очень много и по Белоруссии, и по России, про наших местных политиков. Но буквально на днях, например, другой представитель ШАС, Семен, я боюсь, я забыл его фамилию, депутат, тоже от ШАС. Оказывается, у нас по-прежнему работает общество дружбы с Россией парламентской. Он тоже встречался с послом. А еще на днях с послом России встречался днем раньше. Встречался директор Минфина. Как бы все это противно. Но этой волне, это целенаправленная волна, которая организовывается Россией. И гражданское общество просто, ну, в конце концов, не будет в состоянии справиться с таким девятым валом. Я знаю, что сейчас уже выпущена новая петиция, чтобы остановить этот кинопроект. На самом деле, это... Она уже набрала около трех тысяч, она продолжает набирать по тысяче в час. Вы понимаете, нету даже текста... Уже назначены митинги на воскресенье. Митинги. Наши министры понимают, что они делают что-то последнее. Нету даже официально выложенного документа. Нету этого соглашения. Мы даже не знаем, что там написано. Мы тоже не смогли найти. Мы нашли проект, но вот не смогли найти, уже старались. Уже не знаем даже, на кого выходить. Это все засвечивают сами россияне, потому что им это важно. Если бы Россия это не светила, вот все эти визиты, встречи и соглашения, то о них бы вообще никто никогда в Израиле бы и не узнал. Потому что, как бы, вы же понимаете, что если есть желание снять кино совместное... Вот сейчас готовится новый совместный израильско-украинский проект, я знаю, в кинематографе. Но если есть желание сделать проект, то для этого не нужно никаких специальных межправительственных соглашений. Сейчас вот зато нас уже зазывают на культурный форум в Санкт-Петербурге. Я уверен, что найдется еще несколько деятелей культуры с низкой социальной ответственностью, которые туда попрутся. Сейчас, сегодня конкретно, начинается еврейский фестиваль в России. Он уже идет, он идет, там уже скандал был. Не фестиваль, дни еврейского, израильского, извините, дни израильского кино там начинаются. 7 сентября по какой-то октября в нескольких городах как бы... Покажут израильское кино. Я не представляю себе страны, в которых в годы войны Второй мировой прокатывалось кинофестиваль. Хотя, наверное, тоже снимать умели, как бы и было что показывать. Ну вот я понимаю, линия Рефеншталь снимает Олимпию где-нибудь в другом климате, например, в Израиле. А что бы нет? Воле, да, здесь хорошо. Бондарчук свободен, Киосаян свободен. Там есть кому снимать? Да, абсолютно верно. Это вопрос исключительно как бы найти тот бордель, который согласится принять эту публику. Можно уточнить? Любимого, она под санкциями ЕС и США. То есть прям под санкциями. Министр культуры, она прям под санкциями. А наш посол понимает, с кем он подписывает? То есть какова реакция будет из всех остальных стран? А нашему послу что остается делать? В тот момент, когда он сидит в России, он полностью подчиняется своему дипломатическому руководству. Это Эли Коэн, министр иностранных дел, который до этого был плохим министром экономики, а теперь у нас он стал министром иностранных дел. И это генеральный директор МИДа. Он, по-вашему, Александр Бенцви, посол наш, может сказать, нет, я туда не пойду. Ну я бы вообще-то в отставку ушел на таком месте, вот правда. Вы понимаете, любого нормального человека, который в этой ситуации ушел бы в отставку, на эту должность не пошлют. Как бы он бы туда, если бы у него было понимание о чести вот в таких ситуациях, он бы туда не поехал. А если он уже туда поехал и готов фотографироваться там, держа в руках, вот не пойми что, текста чего он и потом не видит. Значит, он, как бы, ну вот, если Эли Коэн может засылать своих девочек, в кавычках, на участие в мероприятиях посла, то почему он не может засылать, кого нужно в Министерство культуры Российской Федерации или в Министерство спорта Российской Федерации? Микки Зоар, как бы, министр культуры. Вы думаете, он вообще в курсе того, что там происходит и почему это надо или не надо делать? У него, когда он вступил в должность, спросили, какой спектакль он последний раз последний смотрел, он не нашел, что ответить. Может быть, Эли Коэн, решение Эли Коэна без визирования Нетаньягу или без визирования кого-то из другой партии? Я думаю, что нет, но парадоксальным образом, может быть, и да. Потому что нужно понимать, что страна сейчас не управляется вообще. И страна, как бы, роздана всевозможные, Санкует это, ну, роздана каждому министру его... По своей вотчине. Своя вотчина, и внутри этой вотчины он делает какие-то вещи, как считает нужным. За исключением каких-то глобальных тем, которые необходимы. Во-первых. Во-вторых, подчинен Путину, в первую очередь, именно Нетаньягу. Не Эли Коэн, не Микки Зор, как бы, если бы вдруг Нетаньягу стукнул по столу и сказал, ничего нельзя делать, то никто бы ничего и не сделал. Он спокойно молчит, он боится, он ничего и никогда не сможет сделать против Путина. Он повязан, он трус, как бы, его принимали, он гедонист, он сидит под судами. У нас страна не управляется сейчас правительством. Даже несмотря на то, что раз в неделю проходят совещания и так далее, у нас происходит развал государственной системы. Она работает в разлад. Каждое ее ведомство работает по своей схеме, в рамках бюджета, в рамках тех полномочий, которые ему выделены. И в ручном режиме что-то где-то корректируется. Но какое-то никому непонятное соглашение в плане культуры, как бы, корректироваться не будет, потому что, ну, не всякая мелочь доходит до королевской четы. Но они понимают, что это за выстрел во все ноги? Они понимают, что от них отвернутся тысячи, десятки тысяч? Им плевать на эту публику. Те, кто от них отвернутся, отвернулись они от них уже. Я еще раз повторяю. Воспримите как данность, что Израилем управляет партия ШАС. И там, где вы видите сотрудников Ликуда на чиновничьих постах, это тоже партия ШАС, партия религиозных сефардов. Только вместо Марана Авадио Сефа есть Маран Биняминитаньягу. И это единственная аудитория, на которую эта публика работает. Когда этой публике нужно поехать в Умань, не важно, бомбят эту Умань, не важно, хватит ли там бомбоубежищ, не важно, есть ли угроза им жизни, их туда затащат. Как бы, если нужно поклониться России из-за чего-то, значит будет поклон и не только поклон. Как бы, здесь, они, да, они могут об этом понимать или не понимать, это не важно, они просто об этом не задумываются. Наша с вами позиция им неинтересна, позиция Украины им неинтересна, позиция Байдена им неинтересна, тем более после того, как Байден отказался приглашать Нитаньягу в Соединенные Штаты. И, на мой взгляд, самое правильное, что вообще во всей этой продолжающейся истории может сделать Украина, это официально понизить так или иначе статус дипломатических отношений с Израилем. Потому что заявно про российскую позицию воюющая страна должна других наказывать. И мне, как израильтянину, это очень больно, но чем сильнее будет международная пощечина Нитаньягу и его присным, тем правильнее можно будет читать ответ на все эти продолжающиеся действия, на всю эту проституцию. Ну, то есть 6 сентября, это 19-й месяц активной фазы войны, Израиль официально подписывает договор с Россией о сотрудничестве в кинематографии. Я вообще даже не представляю, кто на это такое вот еще может пойти. Ну, это просто самоубийство, наверное. Ну, окей, сделали. Украина действительно может что-то сделать. Какие могут быть последствия? Вы можете представить? Со стороны Украины технически? Нет, со стороны США, со стороны реакции на это всех остальных. Теоретически есть целый список того, что может сделать Запад. Да, это отказ в введении безвизового режима Соединенными Штатами. Это сокращение дипломатических контактов. Это понижение статуса в вопросах льготного финансирования Израиля. И, ну, как бы это понижение сотрудничества в научной сфере. Украина точно так же может ввести визовый режим. Украина может, не вводя визовый режим, просто запретить сейчас въезд в страну, потому что в стране война, и из вопросов безопасности она может закрыть туда въезд иностранным гражданам, израильтянам в том числе. Существует довольно много мер, которые Запад может предпринять. Но, вы знаете, в этом подписании есть один плюс. Я думаю, что теперь, наконец, ликутовские прихвостни перестанут говорить, что ликут занимает нейтральную позицию, что правительство занимает нейтральную позицию. Как бы никакого нейтралитета в тот момент, когда ты с одним из участников войны подписываешь государственное соглашение, а другому до сих пор не продлил страховки для его беженцев, хотя уже больше двух недель прошло, с того момента, как это было обещано. И почти месяц прошел с того момента, как они отменены. Так вот, это просто, по крайней мере, покажет всем, всему миру, и в том числе в Израиле, что никакое это правительство не нейтральное, оно пророссийское. Не Таньягу, это пророссийский политик, однозначно. Поэтому, ну, я бы не стал, на самом деле, ждать каких-то резких выпадов со стороны Запада, потому что мне кажется, что на Западе тоже все рукой махнули на Израиль и ждут, чем здесь все закончится. Что быстрее закончится, вернее, Израиль или не Таньягу. Реакция израильского общества, ну, как бы понятно, русскоязычное взорвалось в огромном количестве. Может ли повлиять? На театр Габима повлияло? На наше правительство? Вы говорите, что им все равно. Может повлиять. На самом деле, конечно, может повлиять. Но, понимаете, как только были обменены гастроли Ленкома, к нам сюда повезли русский балет, который выступал за аннексию Крыма. Как только будет сорвано нынешнее соглашение, нам подпишут какое-то новое. То есть, в конечном итоге, занять несколько тысяч человек, а это вот именно активная группа людей, которые волонтерят, собирают деньги для Украины, там, гуманитарную помощь, пытаются давить на правительство и так далее. Это просто неравные силы. Они все равно пробиваются. Они привезут очередной хор турецкого, который за счет посольства будет ездить и выступать, а бабушек будут подвозить автобусами. Они организуют под эгидой Роснефти очередной чемпионат по самбо. А вот сейчас уже идет реклама на одном из израильских каналов русскоязычных о том, что пять встреч от русского посольства они расскажут, как детей билингвы воспитывать. Дни русского языка, так называемые. Ну, вот уже идет, уже идет. Поэтому до тех пор, на самом деле, пока не будет хоть какой-то правительственной реакции, наша проблема заключается в том, что в Кнессете нету ни проукраинского, ни антироссийского лобби. В Кнессете есть однозначные агенты влияния России, но нет ни одного депутата, не говоря уж о партии, которая бы активно стояла на стороне Украины. Более того, на стороне Израиля в противодействии России. Потому что эти все меры, оставьте Украину, как бы это не в пользу и не в минус Украине, это бьет по интересам Израиля. По интересам дипломатическим, по интересам в вопросах безопасности, по интересам экономическим, по самым разным. Когда израильские политики ложатся под российское посольство или под российские министерства, то это бьет в конечном итоге по Израилю. Но между тем, в социальных сетях уже проклюнулись русскоязычные сторонники Ликуда, которые пытаются объяснять, что на самом-то деле ни Ликуд, ни министры, они в общем-то ни при чем. А вся вина, она лежит на тех самых проклятых левых, которые в Израиле снимают фильмы в поддержку против, вернее, поселенцев, и против оккупации Западного берега, и против всего остального. А теперь вот эти вот же враги народа с Россией и согласовали свою позицию. То есть они уже, по крайней мере, начали искать хоть какую-то аргументацию, как бы из этого выкрутиться. Методичек еще нет. Выкрутиться из этого я не представляю, как и можно. Но мерзость. Что здесь можно добавить? Обыкновенная мерзость. У нас правительство проституток и мародеров. И от этого стыдно. Добавить нечего. Украинский вопрос для огромного количества западных политиков является таким поворотным моментом. Ломаются судьбы. Израильские политики понимают, что на украинском вопросе можно так споткнуться, что потом не встанешь. Муниципальные выборы, на них сейчас очень происходит мощная битва как раз и по украинским вопросам. Могут ли показать муниципальные выборы им, что все-таки надо с Украиной определяться? Не знаю. Честно говоря, не знаю, потому что государственные решения принимают в конечном итоге не на муниципальном уровне. Да, разумеется, у нас есть города очень значимые для украинских беженцев, для репатриантов военной волны Альи из России, из Украины. Такие города, как Аждот, который принял очень много из Украины людей. Такие города, как Хайфа, в которой очень много осело новых репатриантов. Разумеется, там эти темы поднимаются, но в конечном итоге я не думаю, что это каким-то образом может повлиять на повестку тех или иных партий, даже если эти партии стоят за теми или иными муниципалами. Ничего не изменится к лучшему, пока у власти правительства не Таньягу. Если придет другое правительство, тоже совершенно не факт, что изменится. Но, по крайней мере, хоть надежда есть. А при нынешнем правительстве Украины рассчитывать на хоть какую-то хотя бы символическую поддержку или даже не поддержку, а отдаление от фашистского кремлевского режима при Таньягу и при тех, кого он набрал в министры, ну, просто это нереально. Давайте еще раз проговорим. Петиция против культурного сотрудничества с Россией и Израилем. Она есть и много где, в том числе и у нас на сайте и в комментариях вы можете увидеть. Ее легко найти. Если хотите, подписывайте. А еще раз скажу, что митинги пройдут в воскресенье. Это Иерусалим, Сдерот, Рабин и это Кириат Мимшала в Тель-Авиве. Они пройдут и утром с 11 до часа и вечером с 17 до 19. Спасибо вам, Эмиль Шлемович. Это главный редактор портала «Детали» в эфире «Лучшего радио». Спасибо вам, Эмиль. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!